МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Добрый вечер! Дорогие друзья, я искренне рад приветствовать всех вас в клубе веселых и находчивых. Сегодня в рамках сезона 2014 года в вышке мы продолжаем игры 1-8 финала. Напомню, мы решили, что четырем играм 1-8 финала этого этапа должны соответствовать тематические времена года. Зима, весна, лето, осень. Ну, зима и весна у нас быстро пролетели. Сегодня, ну, понятно, что на дворе не разгар лета, но КВНчики оптимисты, поэтому они уверены, что настоящее лето рано или поздно наступит. И, кроме того, немножко перефразируя классика, какая милая у нас погода на дворе, не имеет в принципе сейчас никакого значения. Потому что так или иначе, сегодня у нас летняя перезагрузка. Друзья мои, прежде чем отправиться в наши летние КВНовские приключения, необходимо ознакомиться с теми, кто, собственно, будет сегодня пробиваться в игры 1-4 финала. Я говорю, нетрудно догадаться, о командах, участницах сегодняшней игры. И, в первую очередь, о командах, которые попадают в категорию «Кто на новенького?». Итак, знакомимся. Первые сегодняшние дебютанты – это сборная двух крупных российских регионов Томской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Внимание на экран, видеоадрес. Всего через 2900 километров от Москвы вы увидите Ямал. Знаменитый древнейшими памятниками и тем, что 7% населения – коренные народности. Ну, а может, еще и тем, что здесь добывается 90% всего газа России. Для второй части нашей команды – родина, город Томск. Знаменитый своей многолетней историей, деревянным зодчеством, крупнейшими вузами и богатыми юнористическими традициями. Детелитель Наташмита «Максимум» – футбольный клуб Том. «Томск-Ямал» – самое масштабное творческое объединение в мире. Команда КВН «Северное слияние» – Томск-Ямал. А еще один дебютант тоже из Сибири. Кому-то он знаком по играм премьер-лиги, высший. Они пробуют себя впервые. Представляют они город Красноярск. Красноярск – прекрасный сибирский город, расположенный по обеим сторонам могучей, широкой, 10-рублевой купюры. В нашем городе родился великий художник Василий Суриков. Именно поэтому власти Красноярска рисуют горожанам красивое будущее. В окрестностях Красноярска широко распространены белки, горнолыжные трассы и корпуса Сибирского федерального университета. Красноярск – это неисчерпаемый научный, экономический и культурный потенциал России. Команда КВН «Молодость» – Красноярск. Красноярск! Далее молодая команда, успешно засветившаяся в премьерке и даже на музыкальном фестивале в Юрмале, молодежный коллектив из города Энгельс. Город Энгельс – молодежная столица России. И каждый житель в совершенстве знает молодежный сленг. Поэтому люди идут на работу в кайф, а после могут и потусить. Все, что вы видите на экране – это не ускоренная съемка. Это реальный ритм жизни нашего города. Энгельс настолько современный, что даже первый космонавт планеты Юрий Гагарин, увидев это из космоса, приземлился именно здесь, чтобы рассмотреть его поближе. Энгельс. Смотрите на Первом канале и ищите во всех атласах страны. Команда КВН Лас-Вегас. Город Энгельс. Ну а теперь на сцене будут появляться лица знакомые. К примеру, команда КВН Город Грозный. Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в город Грозный. Да-да, именно так Грозный выглядит сегодня. А ведь проезжая именно этот город 200 лет назад, Лермонтов написал свои знаменитые строки. Давай, Антошка, гони лошадей. Быстрей, 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 быстрей. Только в Грозный можно приехать обычным туристом, а уехать народным артистом Чеченской Республики. Только в нашем городе, если вы хотите получить прописку, достаточно всего лишь подписаться на страницу Рамзана Кадырова в Инстаграме. Добро пожаловать в город Грозный. Сборная Чеченской Республики, город Грозный. И завершит сегодняшний список команды веселых и находчивых. Команда из города Долгопрудный, Московская область. Долгопрудный. Жемчужина Подмосковья. В Долгопрудном нет газа и нефти. Это все, что объединяет наш город со Швейцарией. Мэр нашего города ездит на работу на метро, потому что живет и работает в Москве. В Долгопрудном выросли такие великие люди, как Виктор Рыбин. Приезжайте к нам. Ведь, как говорят классики, Долгопрудный – город чудный. Команда КВН-сборная «Фистеха» – город Долгопрудный. «Фистех! Фистех!» Ну вот, перед вами пятерка команд. Сегодня их игра. И, конечно, есть в зале люди, которые будут непосредственным образом влиять на ход сегодняшних событий. И пока они никому не поставили плохих оценок, мы добрыми аплодисментами будем приветствовать каждого из членов сегодняшней судейской коллегии. Я вот хочу, чтобы вначале сказать, мне всегда очень хотелось, чтобы на каждой игре КВН был представитель этой театральной, этой творческой фамилии. И сегодня это очень один из молодых представителей этой творческой фамилии. Молодой актер, талантливый актер, достаточно уже популярный актер, который работает в замечательном московском театре «Современник». Сегодня на новенького Никита Ефремов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Родные мои. Валдис Пельш. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не забыл твои просьбы. Дмитрий Нагиев. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Далее, тоже не слабо. Николай Фоменко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Галустян. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Юлия Гусман. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, в общем, все традиционные процедуры вроде бы мною соблюдены. И прежде чем начать, хочу сказать вот что, друзья мои. Тема игры — лето. Что может быть приятнее? Поэтому расслабьтесь. Ни пуха, ни пера. Чёрт! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, поехали. Приветствия. Таков наш первый конкурс. О правилах рассказывать бессмысленно. Вроде и правил, так сказать, относительно этого конкурса не существует особых. Стоит рассказать о теме конкурса. Звучит она так. Лето в городе Н. Все пять команд приехали, как вы поняли, из разных городов. И сейчас, собственно, расскажут, полагаю, расскажут об особенностях летнего периода в своём родном городе. Итак, начинаем конкурс приветствий. Лето в городе Энгельс. Команда КВН — Лас-Вегас. Ещё совсем недавно многие не воспринимали современную молодёжь всерьёз. Но в новом сезоне Высшей Лиги мы пришли доказать. Мы не одни. Нас. Миллионы. Впервые века с крышки начинаешь сезон. Клуб опять расширяет свой диапазон. Фу, КВН уже не тот. Эй! Фу, висёт, движется вперёд. You're ready for this? Ну что, добро пожаловать в Лас-Вегас! Начнём. Чтобы достойно прожить в Москве, каждый зарабатывает как может. И так в банке. Я не надеюсь. Я тебе говорю, не надеюсь. Чем стоять? Поёт Юрий Шатунов. И снова светая ночь. И в ночь с ней отверяю я. Спасибо. Парни, вы достали уже со своими танцами. Ну неужели это нельзя делать под узнаваемые хиты? Антон, ты как себе это представляешь? О, мужик, какой мужчина. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась лево. Убрал сердце. Так что ли? Ну вот, молодцы. Выкрутились. Пошли со мной. Владимир Путин на открытии очередного спортивного объекта. Спасибо, Владимир Владимирович. Проходите, там ещё много чего интересного. Ребята, извините, это моя вина. Продолжайте тренировку. Мы молодёжь и можем немного пошалить. Итак, представьте, во время полёта у наркодилера в животе лопнула капсула с наркотиком. Добрый вечер, уважаемые пассажиры. С вами говорит капитан корабля. Наш самолёт находится на территории Королевства Гриффиндорф. I like to move it, move it. Вращайте барабан. Для привлечения новой целевой аудитории мы предлагаем первому каналу ребрендинг некоторых телепередач. В новом 2014 году Первый канал вновь покажет ваши любимые передачи. Музыкальная пауза. Окончено. Седьмой раунд. Здравствуйте, это Алексей Пиманов. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Это человек и закон, мы продолжаем. Лежи там. Я лежу, лежу. Здравствуйте, меня зовут Александр Олешко. И в новом сезоне «Минуты славы» председателем жюри по-прежнему является Александр Васильевич Мусликов. Ну а эту программу мы уже осовремениваем. Мы делаем это правильно, делаем это честно, это по-настоящему. Это идет от сердца. Это весьместо эмоции. Мы протест, тут новая музыка. Вести решеров и оркестров. А будущее здесь, оно уже сегодня все в моих руках. Я абсолютно свободен. Брать свое, не откладывая. На потом твои любимые ЛВ и диджей забыли. И нам все равно, мы продолжаем делать шоу. Продолжаем притягивать взглядов противоположный фон. Время пришло, условно прокачивать танцпо. Твои любимые ЛВ и диджей запыли. Мы продолжаем первый конкурс. Конкурс приветствия, версия этого конкурса. Команда КВН «Северное слияние Томск-Ямал». Добрый вечер, друзья. Тема приветствия «Лето в городе Н» очень подходит нашей команде. Ведь и на Ямале, и в КВН-е лето длится 5 минут. Ну а чтобы оно стало по-настоящему жарким, нам просто необходимо взять все лучшее от наших регионов. У Ямала песни, у Томска танцы. А ну давай, Женя, запевай нашу! Отлично! Ладно, Женя, хватит. Женя, хватит. Погоду испортишь. Друзья, мы начинаем! Лето – идеальная пора для строительства. Перенесемся во времена Советского Союза, когда все было строго и подотчетно. Представьте, ситуация сродни преступлению. Строители сдали дом, но у них осталось 28 лишних кирпичей. Скажите, как это могло получиться? Вы что, хотите из-за этих 28 кирпичей уехать на 28 лет? А может, изначально были лишние? Лишние? Тебе за всю твою жизнь Советский Союз хоть раз дал что-нибудь лишнее? Думайте, мужики, думайте. Я придумал. Бери кирпичи и выкладывай. Тысяча девятьсот шестьдесят первый, а? А следующая ситуация могла произойти в любое время года. На кассе и в супермаркете. Итак, у вас коньяк, конфеты и презервативы. С вас тысяча сто. А, вы знаете, у меня только тысяча. Ну тогда что-то придется убрать. Что же убрать? Может быть, коньяк, но зачем тогда презервативы? Может быть, презервативы, но зачем тогда коньяк? Сереж, да давай конфеты уберем. Выходи за меня. Вечер. Обычная семейная пара засыпает. Да, Саша! Саша, ну это невозможно, Саша. Это кап-кап всю ночь. А ты мужик или кто? Ты сделаешь же там что-нибудь. Да что ты орешь? Можно подумать, ты этот самогон пить не будешь, да? В любом городе лето — это свадебная пора. Но мы заметили, что у нас в Сибири подружки-невесты порой слегка перегибают палку. Итак, шел уже четвертый час сибирского выкупа. И если любишь, Натали, еще ведро земли сожри. Не, ну это уже перебор. Валентина Степановна, вы как будущая теща, что вы молчите? А, да-да-да, что ж это я молчу? Вот две рюмки пред тобой. Одна наполнена водой, другая серной кислотой. Разберись, какая где, а иначе быть в беде. Нет, ну это уже ни в какие ворота. Что, мы не мужики, что ли? Так не прорьемся. А ну, навались, завали нас. Она мне ногу прострелила. Чтоб с Натальей нашей быть, нужно ногу починить. Вот вам нитка, вот иголка. Не кричите только громко. Я че-то не понял. Это что, все заранее было спланировано? Вообще-то у нас подруга замуж выходит. Вообще-то мы готовились. Не хотите участвовать в конкурсах, откупайтесь. Сколько? Тысяча долларов. Сколько? Саша, пожалуйста, заплати ей. После успеха иностранных спортсменов, выступавших за Россию на Олимпиаде в Сочи, все мы поняли, что они настоящие граждане нашей страны. Итак, Владимир Владимирович Маяковский, постолимпийское стихотворение про паспорт читает Виктор Анн. Я достаю из узких лосин дубликатом бесценного груза. Смотрите, завидуйте, я гражданин спорта российского муза. Люблю я ширь просторов русских и утреннюю росу, и эти деревья такие белые в черную полосу. Люблю в плетеных бахилах в поле выйти с саблей привязанной к палке, с матерком короткие песни петь под звук треугольной гитарки. Россия, как сына в прошлом году, приняла Депардье Жерара, и, глядя на это, много звезд такой же судьбы пожелала. Вик Уайлд золотым победителем стал, прославился Хаапа Сала. В России всем почет и любовь, вакансий у нас немало. Прославит Россию Антон Шварценеггер, актер и рязанский мэр. А мистер Рабина давно заждался пост лидера ЛДПР. Как круто звучит! Василий Бьерндален, физрук из Волоколамска. Клим Иствуд, бескомпромиссный шериф дикого-дикого Энска. И пусть невеликий я хоккеист, пафосных интервью не давал, зато свое русское имя в историю спорта вписал. Друзья, ну а закончить наше приветствие мы хотели бы ямальской мудростью. Что москвичу хорошо, то ямальцу еще добыть нужно. Северное слияние. Спасибо. Ямальский, 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 ямальский. Напомню, дорогие друзья, что три команды, которые наберут сегодня наибольшее количество баллов, автоматически проходят в четверть финальные игры. Остальным, проигравшим, не выигравшим, следует дождаться окончания последней игры этого этапа, этапа одних, одних восьмых финала. И двигаемся дальше. Приветствие, лето в городе Энн, сборная Чеченской Республики. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Прошел год, а мы как будто бы и не уезжали. А знаете почему? Потому что мы и не уезжали. Мы решили, что пока не выиграем, не уедем. Так что давайте, друзья, поддержим друг друга. Привет, Москва! Лето в городе Энн, и опять КВН, как всегда, начинается. КВН из Сечни, мы играем, а одни остальные стесняются. Самая любимая музыка здесь всегда. Ну что ж, тема игры лета, и поэтому игра обещает быть жаркой. И мы, в свою очередь, очень серьезно к ней подготовились. И мы очень серьезно настроены на этот сезон. Я не понял, сейчас что-то смешное рассказывают? Не-не, рассказывай, дальше смешно будет. В общем, такое дело, друзья, в этом году мы хотим выиграть высшую лигу. Вот смешно! Слышишь, ты еще раз засмеешься, в нос получишь, ты понял? Не понял, что он сказал? Он сказал, если ты еще раз засмеешься, в нос получишь, понял? Не понял, а он что сказал? Он то же самое сказал, что я тебе сказал. А ты ему что-то сказал, что ли? Я ничего не сказал, что ты сказал? Я ничего не сказал, это он сказал. Что ты сказал? Что ты сказал? Руку уберем. Слышишь? Оу. Оу, пацаны, не ссорьтесь. Вы же чеченцы. Сразу деритесь. Оу, оу. Эй, я пошутил. Я пошутил, эй, я пошутил. Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь. Путин, Путин, Путин. Успокоились? Да. Теперь соберитесь. Друзья, сборная Чеченской Республики, мы начинаем. Ура! Ну что же, и для начала минутка романтики. Итак, представьте, под окнами многоэтажного дома. Алло, Мадрина? Да. Я будил тебя? Будил. Ну, просты, если будил. Ничего. Подойди к окну. Подошла. Видишь меня? Вижу. Ахаха. Давай, дорогой. Давай, дорогой. Идем дальше. Всем известный футболист Криштиану Роналду в темном переулке. Сеня, что ты вообще галяк сегодня? О, смотри, Криштиану Рональду идет. Эй, пацан, сюда иди. Ничего себе шустрый, а? О, смотри, Киржаков идет. Эй, пацан, сюда иди. А теперь давайте все вместе перенесемся в прошлое. Итак, представьте, Великая Отечественная война. Чеченец в плену у немцев. Эй, пацан, сюда иди. А, верзай, я усоу, ногчево на дичь, унт ягцах юан. Ихазн сая, вазн сева. Эй, суам алия, ка, ногчево мабасу. Кафарик цетанки. О, совсем другой разговор. Ничего я тебе не скажу. Кафари! Братан, я чеченец. Они меня тоже в эти дела вообще не посвящают. Какая разница, русский чеченец? От кого, кого? Ну, от фашиста я таких слов не ожидал. Я знаю, что-то с тобой целят. Заносите! Эй, девушка, вашей фрау взять не нужно. Эй, сядь, сядь. Или ты нам говоришь, к цетанке, или ешь свинина. Что только не сделаешь за родину. Особенно, когда ты голодный. Зараза, вкусная вещь! Эй, все, все, перестать! Сопатите в таропа! О, девушка, вашей фрау... Вышишь? Она со мной! Саламу алейкум! Валейкум, саламу аулина, ел! Ты как сюда попал? Сусанин, там еще не было винирку, зарпал, будет... Хотел себе мерз подержанный перегнать, не знал, что здесь такой кипиш? Все-все, соткнитесь! Последнее приглашение. Кафари, к цей танке, и я дам вам мерз. Нет. Килинфакин, 6 и 3. О, нет. Полный фарш! А что ты с нами делаешь? Нет! Кафари! Это что такое? Поздравляю, это твои танки! Ты мне мерз должен, сюда иди. Ну и напоследок, друзья, давайте все вместе перенесемся в Грозненский оперный театр. Потому что такое вы сможете увидеть только в исполнении Чеченского симфонического оркестра. Слышишь ты? Иди отсюда! Ну что ж. Ну что ж, друзья, свое приветствие мы уже отыграли и сделали все, как надо. Поэтому закончить его тоже хотелось бы словами человека, который сделал все, как надо. Да, мы это сделали! Выкидем! Выкидем! Еще одно приветствие на сцене команда КВН «Молодость» Красноярск. Добрый вечер! А если у нас будут вот такие цели? Не, ну пацаны, до таких целей дорасти надо. И мы как сибирская команда, и мы... И мы, как сибирская команда должны пас... Никита, ну в чем дело? Ну я просто быстро расту. И вообще, если разобраться, я здесь один по делу. Олимпиада прошла, я спортсмен, ты видишь, нет логику. Да? Вообще-то кикбоксинг — это летний вид спорта. Да? А что ты думаешь, я тебя зимой не ушатаю? Друзья, к чему вы ведем? Классно, что в нашей молодости есть КВН, а у КВН есть своя молодость! Давайте начнем. Утро современной женщины уже выглядит не так, как раньше. Представьте, утренняя йога. Галя, ты сейчас в Нирване? Угу. Кришна там. Здесь. Слушай, узнаю у него, он мне случайно пельмени не сварит. А то я на работу опаздываю, а есть хочется. Валера, вообще-то я пытаюсь достичь душевной гармонии. Галь, а с моей гармонией что делать? Ну где второй черный насот? Валера, почему ты погряз в этом материальном мире и ни капли не думаешь, о моей душе. Галь, я о твоей душе каждые пять минут думаю. В смысле? Не греть в твою душу, ты сваришь пельмени или нет? Друзья, в молодости мы попадаем в разные ситуации. Представьте, хулиганы докопались до обычного сибирского мужичка. Эй, отец, сигарету даем? Ну и про деньги не забываем. Мужики, да вы чё? Да вы чё, мужики, серьёзно что ли? Мужики, да вы чё? Втроём против одного? Да вы чё, мужики? Я ж простой сибирячок, с работы до дома уйду. Мужики, да вы чё? У меня истерика. Так ты нам зубы-то не заговаривай, гони бабки. Мужики, у меня только 10 евро. Чё, этого мало? Да вы чё, телевизор не смотрите? Надо подождать. Ну, мужик, ты сам напросился. Мужики, да вы чё? У меня ж пушка, да вы чё? Друзья, следующая ситуация могла произойти где-то на дороге. Здравия желаю, лейтенант Иванов. Я сам из-под Архангельска. Родился, вырос там, школу закончил. Потом техникум строительный. Пошёл в армию, вернулся, в ГАИ устроился. Ну и по распределению на этот пост и попал. Вот, собственно, и стою. А зачем вы мне это всё рассказываете? Меня просто сейчас чуть фура не сбила. Вся жизнь перед глазами пролетела. Продолжим. Лето, пора отпусков. Представьте отпуск в Таиланде. Мужики, да вы чё? Да вы чё, мужики, серьёзно, что ли? Мужики, да вы чё? Срамота-то какая, мужики вы или чё? Я слышал, что в Таиланде беспорядки, но шоб такие. Мужики, да вы чё, вместе ж прилетали. Семёныч, Петрович, да вы чё? Друзья, летом безумно популярны пенные вечеринки. Представьте, пенная вечеринка в ночном клубе. Ты там с моей девчонкой танцевал? Да, братан, там всё в пене, вообще непонятно, твоя девчонка или моя. Здорово, чё происходит? Здорово, да я сам не в курсе. Мне пацаны позвонили, я из ванной выскочил сразу сюда. Зая, кто тебя обидел? Вон тот, в пене. Да не этот. Да не этот. Эээ, я сейчас полицию вызову. Не надо никого вызывать, мы уже здесь. Маршал Шалюков, в чём дело? Тихо, тихо, сержант. Давай по делу. Что за праздник? Пенная вечеринка. Пенная вечеринка. Нахватались где-то. Вот раньше как было? Пиво взболтаешь с друзьями, откроешь, вот тебе пенная вечеринка. Другу дал в тыкву, вот тебе Хэллоуин. Взял магнитофон, принёс в больницу. Вот тебе сенсейшн, вайт пати. Так. Кто хозяин клуба? Здрасте. Скажите, а можно как-то по камерам посмотреть, что здесь происходило? А, в воскресенье, в прайм-тайм, на первом канале. Ну, будем ждать. Дорогие друзья. Никит, давай вот так. Дорогие друзья. Легче. Тема игры «Лето». А летом девчонкам больше нравятся КВНщики. И мы... Так, подожди. Летом спортсмены нравятся всем девчонкам. Да КВНщики нравятся. Я тебя уверяю, спортсмены. Ладно, 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 я смотрю с тобой спорить бестолку. Давай эту девушку спросим. Девушка, представьте такую ситуацию. Вы со своим любовником лежите в постели, и тут возвращается ваш парень. Так вот, что вы выбираете? Чтоб вернулась эта двухметровая горилла? Или вот этот находчивый худосявый мальчик? Что вы выбираете? Кровавое месиво? Или приветствие? Приветствие. Не, ну а если я и спортсмен, и КВНщик? Вот, Никита. Так это же и есть молодость. Когда ты и спортсмен, и КВНщик, и в институт восстановлюсь, и на работу устроюсь, и врешь, и врешь сам себе. Друзья, живите долго, вспоминайте молодость. Молодость, куда уходит молодость, спеша такой тропой. И завершает конкурс приветствия со своими вариациями на тему лета. Сборная физтеха. Город Долгопрудный, Московская область. И на сцене появляются следующие участники соревнований. Сборная физтеха. Нас не догонят. Нас не догонят. Нас не догонят. Здрасте. Мы физики из Долгопрудного. И считаем, что нам эта песня тоже подходит. Потому что физиков тоже часто не догоняют. Ну, вот, например, приходит как-то физик на дискотеку. Достает нейтрон. Все такие, вау. А он такой, спокойно, он не заряжен. Ну, и тема «Лето в городе Н» нам тоже подходит. Мы тоже ездим на курорты. И ездим туда без девушек. Да, да, да. И я думаю, каждый мужчина в зале понимает, почему. Да. Потому что у нас их нет. Да. Че нет, того нет. Но не все так плохо. Вон Макс вчера после дискотеки девчонку провожал. Че, Макс, было че? Ну, че-то был, че-то не было. А че было? Ничего не было. Ну, ладно. И, как говорят у нас, не будем тянуть атом за протоны. Вот после этой шутки ничего и не было. Ну, а мы начнем. В голове у каждого человека много идей. А в голове у физика их еще больше. Итак, в голове у физика. Здравствуйте, я «Новая идея». Добро пожаловать к нам в голову. Тут много нереализованных идей. Вот, например, идея сделать ремонт. Ну, или идея начать бегать в следующий понедельник. Ну, или идея точно начать бегать в следующий понедельник. Ну, а я идея завести девушку. О, идея накопить денег. Пока! Здравствуйте, я идея купить побольше пластиковых бутылок, сделать такую конструкцию, знаете, чтобы так все переливалось. Такое ощущение внутри было интересное. Здравствуйте, я идея проветрить комнату. Это со мной, извиняюсь. Я идея играть на сингапурской бирже и все деньги выводить в офшор. Что вы меня так смотрите? Что вы за идея? Я идея варить пельмени в чайнике. А я идея взять старые штаны, обрезать их и типа в шортах ходить. Да, я, походу, головой ошиблась. Говорят, что сейчас физиком живется нелегко. Давайте перенесемся в 16 век. Женщина! Да за что? За что сжигать-то вы что, ребят? Ну, подумаешь, ляпнул, что вертится. Ну, я был пьяненький, у меня в голове реально все вертелось. Ну, земля плоская, и она стоит на трех змеях. Ну, или какие животные вам там нравятся? Еретик! Теоретик! Я занимаюсь наукой, и наука сделает человечество лучше. Куда уж лучше. У нас и так средняя продолжительность жизни 32 года. Да! А все потому, что мы лечимся ртутью. Да! Спасибо лекарю. Царство ему небесное. Жечь его! Жечь его! Он дьявол! Он дьявол! Он превращает вино в воду. Смотрите! Дьявол! 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 И козел! Что ж ты переводишь в воду? На самом деле. А смотрите! Смотрите, что он с песком делает! Что это? Что это? Это чудо! Чудо! Стойте! А не гидролиз ли это натрия? Олимпиада в Сочи прошла просто блестяще. И совсем скоро нас ждет еще одно важное событие. Это летний чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. И мы уже начали к нему готовиться. Итак, в Министерстве спорта. Здравствуйте! Я представитель ученого совета. И я знаю, как помочь нашим футболистам. Первое, что мы сделаем, это придумаем официальное название мячу чемпионата. Вот, например, в ЮАР был Джамбулани. В Бразилии будет Бразука. Ну, это понятно. А у нас? Сифа! Поближе к народу и футболистам. Далее талисман. Смотрите. В ЮАР был львенок с зелеными волосами. В Бразилии будет броненосец с синими волосами. Чтобы продолжить логический ряд, у нас будет тетка с фиолетовыми волосами. Теперь непосредственно к футболу. Физики помогут и изменят поле. Подождите, зачем менять футбольное поле? Не футбольное, а гравитационное. Смотрите. Киржаков бьет штрафной. Гол! Далее биологи. Они помогут с клонированием. Каким еще клонированием? Ну, смотрите. Начинается матч. Играют 11 на 11. И... Победа! Ну и главное. Генетики помогут нашему воротарю. И он не пропустит ни одного гола. Агенфеев берет, берет этот мяч. Браво, Игорь! Беликолепно! Ну и последнее. За 4 года мы успеем подготовить Юлию Лепницкую к игре в нападении. А вот это хорошо. И в конце хотелось бы сказать. Знаете, мы с ребятами проанализировали курсы валют и поняли, что доллар уже почти 40. Евро больше 50. Знаете, как быстро растут чужие деньги. Сборная Фистеха. Город Долгопрудный. Пожалуй, самая сборная Фистеха из Долгопрудного. Сборная Фистеха благодарит губернатора Московской области Андрея Юльча Воробьева. Итак, друзья, первый летний конкурс завершен. Насколько он оказался жарким, мы совсем скоро узнаем. Узнаем вместе с командами. Пожалуйста, команды. Ну что ж, друзья, сейчас мы увидим первое выступление члена нашего уважаемого жюри. Может быть, оно окажется не смешным, но, поверьте, вызовет очень большой интерес у тех, кто стоит сейчас на сцене. Первый конкурс. Максимум 5 баллов. Пожалуйста, уважаемые судьи, приветствия. Лас-Вегас, Энгельс. 5, 5, 5, 3, 4, 4. Конкурс приветствия. Северное слияние. 4, 4, 5, 4, 4, 5. Сборная Чеченской Республики. Конкурс приветствия. 5, 5, 5, 5. Все судьи 5 баллов. Этот же конкурс команда КВН «Молодость. Красноярск». Все судьи вновь 5 баллов. И приветствия сборной Офистеха. 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5. Спасибо, жюри. Уважаемая редактура, я рад вас приветствовать. С вас средние баллы за первый конкурс. Прошу. Средний балл за конкурс приветствия. Команда КВН «Лас-Вегас» и «Северное слияние» по 4,3 балла. Команда КВН «Сборная Фистеха» 4,8 балла. И, наконец, сборная Чеченской Республики и команда КВН «Молодость» 5 баллов ровно. Теперь на очереди конкурс «Биатлон». Ну, правила его просты. Такая вот перестрелка шутками. Понятно, что те, у кого эти шутки будут менее смешные, в процессе покидают конкурс, унося с собой определенное количество баллов. Итак, начнем наш биатлон с летним настроением. Первый тур, круг, первый заход. По три шутки. Пожалуйста, прошу. Девушка, которая уже не знает, как намекнуть парню на шубу, прикладывает к телу кота и спрашивает, ну как мне? И еще. Семечки из кармана больного никак не давали хирургам приступить к операции. Ну и еще. Влад Топалов решил, что его начали забывать, но сильно ошибся. Забывать его уже почти закончили. Дальше, пожалуйста, «Красноярск, Молодость». Николай Валуев – единственный человек, у которого есть две неприкосновенности – депутатская и от природы. Еще. Для того, чтобы корректно узнать возраст женщины, достаточно спросить, сколько раз она смотрела «Иронию судьбы». Еще. Молодой гаишник не знал, как намекнуть на взятку, поэтому начал тереться о колесо машины. Дальше. «Лас-Вегас», пожалуйста. Кукловод из передачи «Спокойной ночи, малыши» пришел на работу с похмелья, поэтому Степашу всю передачу трясло и изнабило. Еще. У студентки Оли была кличка «Монетка», потому что парни ее постоянно бросали, чтобы потом снова вернуться. Ну и еще. Вчера четверо неизвестных бежали на сцену Олимпийского и попытались петь песню «Упала шляпа». Дальше. На уроке географии первоклассник Коля нашел «Гондурас» и кличку до 11 класса. Еще. Продавщица ларька пупком слышит лучше, чем ухом. Ну и еще. Чтобы как-то обнадежить подсудимого, судья зачитывал смертный приговор, вдохнув гелий из шарика. Спасибо. Фистех, пожалуйста. Новости прогресса. В современных школах родители не сдают на шторы. Они просто отправляют смс со словом «Шторы» на короткий номер 4242. Еще. У трудовика Николая Ивановича кличка «Ленин», так как после каждого выпускного он несколько дней лежит в пиджаке и без движений. Еще. У кролика так долго не было крольчихи, что в лесу его даже волки побаивались. Уважаемые судьи, тут, по идее, надо кому-то вручить 0,6 балла и проститься. Еще один круг, первый и третий. Первый и третий. Ямал и Лас-Вегас. Северное слияние и Лас-Вегас. Пожалуйста, по одной шутке. СМС-ка «это я не тебе» усугубила эффект от СМС-ки «я беременна». Лас-Вегас. Когда дети попросили проходившего мимо Киржакова подбить мяч, он на всякий случай сделал это руками. Уважаемые жюри. Лас-Вегас, мы благодарим вас. 0,6 балла Лас-Вегас. Уходит готовиться к следующему конкурсу. А мы продолжаем второй круг. Ну, не будем горячиться. По две шутки. Пожалуйста. Вчера был ограблен магазин «Все для рыбалки». Судя по украденному, грабители идут на леща. Еще. Студентка из провинции приехала в Москву поступать и поступила. Закончила университет, нашла работу, вышла замуж и родила двоих детей. Упущенная прибыль за 20 лет составила порядка миллиона долларов. По обрывкам воспоминаний, Виктор Анопко собрал себе неплохую карьеру. АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас большинство срочно вспоминает, кто такой Виктор Анопко. Но, тем не менее. Еще. Дом девочки находился между ПТУ и кладбищем. Поэтому, чтобы ночью не было страшно, она шла через кладбище. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня ощущение, что чуть позже мы к этой паре еще вернемся. А пока продолжим. Пожалуйста, Грозный, Чечня. Пациент почувствовал что-то неладное, когда врач при обходе поцеловал его в лоб. АПЛОДИСМЕНТЫ Хотел сказать, тоже мило, но как-то... Дальше. Еще. Бабушки, сидящие на лавочке возле сауны, никогда не ошибаются. АПЛОДИСМЕНТЫ Фестер, пожалуйста, Гера. И такое бывает. На урок пришел физрук и попросил двух крепких девочек, чтобы помочь перенести ему развод. Еще. В кризисе находятся авторы сериалов на НТВ, потому что комбинации слов «менц», «закон» и «вор» закончились. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые судьи, можно я скажу, что вы хотите? Угадайте. По одной шутке, пожалуйста. Точно. Сияние и молодость. Дальнобойщики верят, что песни Татьяны Овсиенко сокращают износ двигателя «КамАЗа» на 20%. Красноярск. Оля пришла на экзамен с таким глубоким вырезом, что на следующий вопрос отвечала уже в ЗАГСе. АПЛОДИСМЕНТЫ «Красноярск», спасибо. 0,7 балла уносит с собой команда «Молодость» «Красноярск». И мы продолжаем еще круг по две шутки. 0,8 балла разыгрывается. Пожалуйста. Дарья Донцова выпустила новую книгу «Убийца-садовник». На первый взгляд интриги нет, но действие проходит на пятом международном слете садовника в Боливии. Ещё. Перед законом все равны. Бомжу, который провел всю зиму на теплотрассе, весной принесли квиток за отопление. Спасибо. Дальше, пожалуйста. Грозный. Чтобы запугать соперника до начала соревнований, борец подложил себе в трико братьев. Ещё. Криминальные новости. Вчера из очень плохо охраняемой тюрьмы ушел заключенный. Ты же всех. Только взяв ипотеку, Василий понял, что врожденные три почки — это не дефект, а дар божий. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё. Когда Тимати в школе читал наизусть стихотворение и забывал строчку, он говорил «Ага, ага, е». АПЛОДИСМЕНТЫ Судьи! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нагиев, вы практически разделись уже, давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, вы не подглядывайте уж так. Томск, Ямал, держались молодцом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 0,8 балла, северное слияние и поединок. Сборная Чеченской Республики и сборная Фистех Долгопрудной. Две сборные. 0,9 балла или 1 балл. Решайте. Прошу, Грозный. Стас Михайлов настолько обнаглел, что тупо сидит в концертном зале, куда приезжают разные города. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё. Собачья упряжка едет гораздо быстрее, если подгоняя прикрикивать по-корейски. АПЛОДИСМЕНТЫ Пистех. Старенькая учительница утром не накрасилась, и на Масленице почти произошла трагедия. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё. После просмотра клипа «Натали, Николай, Лай, Лай» Витя почувствовал себя Бахом и Бетховеном одновременно, потому что он не только оглох, но и ослеп. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, господа, это я в жюри. Господа, Дима. Выиграл «Фистех». АПЛОДИСМЕНТЫ 0,9 балла сборная Чеченской Республики. 1 балл «Фистех». Спасибо. Сумма баллов за два конкурса. Команда КВН «Лас-Вегас» — 4,9 балла. Команда КВН «Северное слияние» — 5,1 балла. Команда КВН «Молодость» — 5,7 балла. Сборная «Фистеха» — 5,8 балла. И сборная Чеченской Республики — 5,9 балла. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, середина игры миновала, но выводы все-таки делать еще рано, поскольку два конкурса нас ожидает. И сейчас конкурс «Стэм». Ограничения традиционные, не больше трех человек одновременно на сцене. Однако есть еще и тема конкурса, звучит она тоже мило. «Дачный сезон» называется «Стэм». Смотрим, что по этому поводу думает вся пятерка команд, которая сегодня сражается. Итак, «Стэм» — команда КВН «Северное слияние». Зачастую бывает так, что во время дачного сезона, укрепляя свое физическое здоровье, можно расшатать моральное. Итак, представьте, окончание дачного сезона семейная пара пришла на прием к психологу. Гавриловы! Да, здравствуйте. Присаживайтесь. Нет ничего страшного, что вы обратились к психологу. Нужно расслабиться и начать рассказывать о своих проблемах. Вы знаете, на самом деле это друзья посоветовали нам к вам сходить, а так у нас нет никаких проблем. Да-да, никаких проблем. Вообще-то я это только что сказал. Ну а что, мне теперь слова нельзя вставить? Ну а зачем эти слова вставлять? А ты, Мироп, не затыкай! Так, я вижу, напряжение все-таки есть. Нет. Какое-то у тебя там напряжение. А у меня в руках напряжение, в спине напряжение. Каждый день это дача-дача, дача-дача. Достало уже! Зачем она вообще нужна? А ты зимой за столом эти вопросы задавай? А что-то я не заметил, у нас грядку пелеменей или теплицу крабовых палочек. Зато это огромная 50-метровая плантация огурцов. Кому? Между прочим, ты урожай за обе щеки уплетал. Две щеки, два огурца. Логично. Так, присядем. Давайте разберемся с самого начала. Вы все время вместе проводите на даче. Ха, а где же еще? Он меня даже в кино на романтический фильм сводить не может. Конечно. Мы как только туда приходим, сразу начинается. Посмотри, как у них все здорово. Почему у нас не так? Так и хочется ей сказать. Ну ты пилу посмотри! Или обитель зла! А что мне смотреть? Я это дома вижу! Так, успокойтесь. Я понял. Корень проблем находится в даче. Но что конкретно вас не устраивает? Например, меня не устраивает, что он газон постелить не может. Это я газон постелить не могу. Да я тебе такой газон постелю. К тебе Леонель Месси в футбол играть приедет. Да? Что ты к нам запашные не приехали, когда ты сарай построил? Так, не будем ругаться. Давайте успокоимся. Выдохнем. Вам нужно научиться честно с друг с другом разговаривать. Признайтесь в чем-нибудь. Ну ладно. Помнишь, два года назад, в общем, когда я сказал, что меня в Новосибирск командировку отправляют? Я так и знала, с Маринкой соседкой не зря я ей сарай сожгла. На рыбалке был. Ну ты сумасшедшая! Ты со своей ревностью уже реально с ума сошла! Да, сошла! Потому что, потому что я люблю тебя! Ну я-то тоже тебя люблю! Ну вот, наконец-то мы подошли к самому главному. А если бы у Гавриловых не было дачи и лишних 600 долларов на психолога, возможно, они никогда не сказали бы друг другу эти нежные слова любви. А что ты там все время комментируешь, что нас на комментатор завелся? В вашем городе мы, в ликой комнате два человека нашего. Продолжаем. Стэм, дачный сезон. Команда Квен Лас-Вегас, Энгельс. Дачный сезон совпадает со свадебным. Многие молодожены нанимают персонального учителя танцев. А если повезет, учителя свадебных танцев. Ну вот, отличный танец. Я думаю, твоему будущему мужу понравится. Теперь можно и отдохнуть. Так, ну и зачем ты меня сюда привел? Это сюрприз. Я, как твой друг и как свидетель на твоей свадьбе, решил нанять тебе лучшего учителя свадебных танцев. Встречай, Борис! Свадьба, свадьба, свадьба пела. И я Борис! Паш, зачем он нам нужен? Мы с тобой 10 лет занимаемся танцами. Мальчик мой, запомни, все движения для обычных танцев придумали профессионалы. Движения свадебного танца придумала сама природа. Ладно, а к слову к делу. Покажите, что умеете. Хм, пожалуйста. О май гад! Ребята, ну это полная чушь. Хм, почему? Как почему? Ну не могут два человека на свадьбе танцевать одинаковые движения. Даже если они репетировали. Блин, точно. Мне же нужно репетировать танец жениха и невесты. Милый мой, с невесты тебе танцевать 3 минуты. Остальные 6 часов с гостями. Так, ладно. Первое движение. Лунная дорожка. Ну лунную дорожку мы знаем. Нет. Вот. Лунная свадебная дорожка. Закончили. Ладно, перейдем к следующему движению. Электропоп. Электропоп мы тоже знаем. Нет. Мне понадобится ассистентка. Включается музыка. Тетя Люба пошла покурить. Разряд. Вот, электропоп, пожалуйста. Ладно, ребят, вы занимайтесь. Я все понял. Я пойду невесту позову. Куда? Следующее движение. Березка. Пожалуйста. Не-не-не-не-не-не. Не мостик. А березка показываю. Отчего так в России березы шумят? Это... Отчего не строят все? Братан! Леша, ну что вы ерундой занимаетесь? Ты наш танец отрепетировал? Ха, господи. Да что там репетировать-то? Эх, Леша, Леша, так я тебя ничему и не научил. Разряд. Ну вот, моя школа. Всем дачный сезон. Версия сборной Фистеха. Город Долгопрудный, Московская область. Фистех! Фистех! У нас молодых в трети годах. Кто-то проводит лето на даче, а кто-то на Северном полюсе. Да, сегодня делать опять нечего. Че делать будем? Ну мы сегодня ругались. Ругались. Мирились. Мирились. Может пойдем к канадцам и пастой их намажем? А, 15 часов идти, чтобы потом нечем было зубы чистить? Ну давай, давай DVD с новым фильмом закажем. Давай. Здравствуйте, Почта России, ваша посылка. Ничего вы быстрые, как так? Да у нас просто центральный офис здесь. А-а-а. Это многое объясняет. Северная дача, Северная дача, Северная дача. К вам едет геолог Петренко. Блин, я с геологом жить не буду. Пусть с тобой живет. Не, у меня спать негде. Так пусть на полу спит. Так я на полу сплю. А что, на кровати не спишь? Она мягко. Так пусть он на кровати спит. То есть он будет на моей кровати спать, а я на полу. Ага. Ты создаешь проблемы из ничего. Это физики-ядерщики создают проблемы из ничего. Давай по-мужски решим. Давай. Кто проигрывает, с тем она и живет. Здрасте. Ледник покрасьте. Я геолог Оксана Петренко. О, Оксаночка, а я как раз для вас комнату подготовил. Знаете, я только с дороги, а где у вас здесь ванная? Ближайшая в Канаде. А душ есть у меня в комнате. Я им воспользуюсь? Конечно. Спасибо. Ты что творишь-то? Она уже почти моя была. Так не честно. Ну, давай тогда по-честному. Кто из нас двоих ей покажется более симпатичным, с тем она и будет жить. То есть ни с кем? Слушайте, я там в окно медведя видела. Вы не боитесь? Не, мы партийные. Оксаночка, а вообще у нас здесь, ну, очень опасно. Вот видите шрам? Да, поэтому когда в баню пойдете, цепочку снимайте. А, кстати, позвольте в честь приезда вас чем-нибудь угостить. А, может быть, шампанского? Извините, я не пью. И я не пью. А вот Василий пьет. А когда она пьется, начинает на гитаре играть и пьяный, голый, танцевать на столе. Вот видите, с кем жить-то повеселее. А я думала, на Северном полюсе скучно. Да какое скучно? Вы что, тут столько интересных историй. Вот, например, одна. Вчера выхожу из дома, наступаю в снег. Вот, или еще одна. Вчера прихожу домой, сажусь на кровать. Ну, в общем, историй интересных очень много. Да ну разве это истории? Оксана, скажите, а вы слышали про любовь с первого взгляда? Да, закрыли передачу. Новости до него очень долго доходят. А у меня для вас, между прочим, подарок, сюрприз. Все-таки это Северный полюс. Поэтому эти подштанники жаркие, зимние твои, Оксаночка. Оксаночка, между прочим, настоящие полярники обходятся без подштанников. Вот у меня дед полярник, отец полярник. И сам он наполовину пингвин. Что? На Северном полюсе нет пингвинов. Кроме одного. Тебя. Пингвина-олень. Тебя. Чего? Северная дача. К вам едет сотрудник Семенович. Семенович? Оу, Оксаночка, а Василий покажет вам вашу комнату. Там кровать мягкая, пол мягкий, ведь Василия. А я пока подготовлюсь к приезду Семенович. Так, шампанское есть, где тюльпаны, тюльпаны. А, тюльпаны в Голландии. Так, эээ. Сотрудник Семенович. Здрасте. Ледник покрасьте. Сработаемся. Продолжаем, продолжаем следить за вариантами сегодняшнего стема. Сейчас увидим вариант команды КВН «Молодость» из города Красноярска. Друзья, дачный сезон – дело трудное, но гораздо труднее сказать своему лучшему другу, что ты встречаешься с его девушкой. Тем более, когда друг – чемпион Сибири по кикбоксингу. Итак, где-то в спортзале. Ой, какой ты совсем слабенький стал. Забирайте его, пацаны. Я пока на снаряде поработаю. Ну, значит, сейчас просто зайду и скажу все, как есть. Ну, а что, мы взрослые люди, тем более он мой лучший друг. Собрался с Богом. Привет, Никита! Я встречаюсь с твоей. Здорово, дружище! С кем ты там встречаешься? Я встречаюсь с твоей личностью, и у меня сразу улыбка появляется на лице. Я тоже рад тебя видеть. Кстати, ты придешь завтра в ресторан обмывать мое разрешение. Ты че, ствол взял? Ну. Пока. Подожди. Ты ж мне что-то хотел рассказать. Да, есть такая ситуация. Ну, как бы тебе объяснить? О, подожди. Мне Наська звонит. А, ты мне, может быть... Алло, привет, зай, я в зале. В смысле ты от меня уходишь? Кому? Представляешь, она от меня к какому-то козлу уходит. Надо что-то делать. Да, конечно, я просто где-нибудь встречу их обоих, и вот... Так, Никита. Слушай, может ты на тормозах как-то спустишь? Ну, ты же взрослый человек, да? Пусть катится. Да вы просто разного куста ягода. В смысле? Ну, если любишь, отпусти. Да нет, подожди, если она от меня ушла, то там по-любому чемпион мира, это минимум. Да-да-да-да-да, лучше не связываться, мало ли там кто. Слушай, знаешь что, ей нужно как-то отомстить. О, так и быть, помогу тебе. Давай я начну с ней встречаться. Ну, повстречаемся лет пять. Потом поженимся, заведем детей, начнем путешествовать. А потом уже, когда состаримся, я подойду к ней и скажу, я тебя бросаю. Это тебе за Никитоса. Ты такой жесткий. Откуда в тебе столько злости? Слушай, я так расстроился. Подожди, я пойду в душ схожу. Подожди, я пойду в душ схожу. Вот так вот, Никита. Это я увел твою девчонку. Привет, дорогой. Привет, Настя. Ну что, ты сказал ему? Да нет, не успел. Он просто постоянно... Кстати, завтра в ресторане? А что здесь происходит? Да, походу, уже скрывать нечего. Никита, я и есть новый парень Настя. Да я сразу все понял. Я ведь не дурак. Я вижу, вы любите друг друга. Знаешь, забирай Настю, садитесь в машину и уезжайте. А ты как? Я? Да за меня не переживайте. Я как-нибудь проживу. На завод устроюсь. В общем, у меня все будет хорошо. Эта история, конечно же, имела продолжение. Итак, спустя сорок лет. Я тебя бросаю. Это тебе за Никитоса. Да. Да. Сложная драматургия. Итак, еще один стем. Дачный сезон на сцене сборная Чеченской Республики. Грозный. Грозный! Друзья, те, кто родился в городе, едут открывать дачный сезон на природу. А те, кто родился на природе, открывают дачный сезон в городе. Итак, стандартный московский торговый центр. Братан, я вот думаю, зачем людям пять пальцев? Действительно. Тебе бы два, но длинных, ты вот так планшет смог бы крутить. Братан, че встал? Эй, это же ребенок. Братишка, че встал? Я потерялся. Что? Я потерялся. А мы-то тут при чем? Эй, ты как с ним разговариваешь? Он же потерялся. Ему сейчас и так плохо. Мальчик, давай, иди отсюда. Никуда я не пойду. Мама сказала, если потеряешься, где около фонтана или около этих. Ну, иди к фонтану встань, че ты около этих. Да. Фонтаны не во всех торговых центрах, а вы везде. Ладно, пускай стоит, не мешает же. А кто по национальности? Чеченцы. А, я думал, итальянцы. Не, чеченцы. Просто нас часто путают, дети обычно. А где вы живете? В Чечне. А это далеко от России? Ха, это сердце России. А вы можете со мной в школу сходить? А? Че тебя там, обижают, что ли? Нет, просто вам подучиться надо, вы не знаете, где сердце находится. Братан, вот что ты меня учишь, а? Ты мне кто? Ты мне мать? Ты мне отец? Ты мне мент? Эй. Ладно, зовут-то тебя как? Слава, а вас? А меня Алихан? Красивое имя Алихан. Да? Ну тогда Слава, тоже красивое имя. Слушай, иди прогуляйся с ним по торговому центру, может мамашу найдешь, а я ее пока здесь подожду. Хорошо, давай-давай. Идем. О, Ибра, на, надень. Зачем? Прикинь, там на улице уже лето началось. Серьезно? О, че, лето началось? Да, прикинь. А? Эй, ты откуда это взял? Мог бы и ребенку купить. Вообще-то это я ему купил. На, мальчик, спасибо. Хватит кормить Кавказ, мальчик. Да ладно, мне не жалко. А ему глюкоза для мозга нужна. Я его маму хочу найти. Он меня уже достал. Слушай, иди дай объявление. О, отличный план. Только этот. Оно сто рублей стоит, и текст надо самому написать. Ну, напиши тогда. Ага. Эй, пацан, есть сто рублей? На, не позорься. Мальчик, есть сто рублей? Что? Ничего. Все. Слушай. Объявление. Потерялся мальчик. Ну, как тоже потерялся. Мы с фражки стоим, короче, около лифта. И тут к нам пацан подошел. Если, матушка, слышишь, поторопись, забери сына. Мы здесь тоже недолго. Минут 15-20 отсюда. Максимум. Нормально. Слава. Мама. Наконец-то я тебя нашла. А это кто? Это мои друзья из Чечни. Из Чечни? Да, из... Да, из сердца России. Даже не знаю, как вас отблагодарить. А не надо ничего, спасибо. Эй, про сто рублей скажи. Москва так сильно изменилась в последнее время. Все вечно куда-то спешат. И никому нет дела до чужих проблем. И как хорошо, что есть такие чеченцы, у которых столько свободного времени. Стемы сыграны. Теперь давайте узнаем, насколько продуктивными, урожайными для команды эти стемы были. Максимум 4 балла. Команда КВН «Северное слияние». Томск, Ямал. Два, три. Три, два, три, три. Следующий Стэм Лас-Вегас. Энгельс. Три, три, три. Все судьи, три балла. Этот же конкурс «Сборная Фистеха». Четыре, четыре. Четыре, три. Четыре. Стэм «Молодость» Красноярска. Четыре, три, три. Четыре, три, четыре. И Стэм «Сборная Чеченской Республики». Все судьи максимум в этом конкурсе. Четыре балла. Сумма баллов к этому моменту игры. «Северное слияние» 7,8. Команда КВН «Лас-Вегас» 7,9. «Молодость» 9,2. «Сборная Фистеха» 9,6. «Сборная Ченской Республики» 9,9 балла. Дело близится, нетрудно догадаться, дело близится к развязке, к последнему четвертому конкурсу. Это будет, так мы во всех играх 1,8 финала в этом сезоне решили, музыкальный номер. Что там будет происходить в номере, в принципе, неважно, я неправильно сказал, в общем, важно, интересно, надеюсь, весело, но так или иначе, это должно быть с музыкой связано. Итак, музыкальный номер с очень милым названием «Заимствованным, но милым». Лето – это маленькая жизнь. Итак, музыкальный номер «Молодость. Красноярск». «Лето» – это маленькая жизнь, а мы свою жизнь проживаем у нас в Сибири. «Песню русскую сейчас спеть вам собираемся, Чем сибирский мужичок от прочих отличается, По-сибирски широко, а ну давай навалимся!» Знают все сибиряки, вот такие мужики. Но ходит миг, что сибиряк для столицы простават. «Москвичи, да вы чего? Вспомни мэра своего!» Дун-даридо, да дун-даридо, 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 дун-даридо. Есть в Сибири стриптиз-пар, Мужикам не нравится. Дело в том, что там стриптиз Шубы начинается. Вот поэтому стриптиз у нас не окупается. Кратчистенько президент в гости приглашается, Приезжайте на рыбалку, все у нас поймается. «Водолазы справятся!» Знают все сибиряки, все про лыжи до коньки. Но ходит миг, что сибиряк нигде не выиграет никак. «Мужики, да вы чего? Семь олимпийских чемпион!» Мужику сибирскому состояния не нужны. Главное у нас в Сибири состояние души. Мы нигде не забываем про наш сибирский край. А ну, пацаны, по Сибирски! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем музыкальный номер. На сей раз команда КВН «Северное слияние» Томск-Ямал. Лето — это маленькая жизнь. А в жизни каждый из нас хоть раз слышал от друзей фразу «Мне вчера моя такой концерт устроила, но никто этот концерт никогда не видел». Итак, Москва, 3 часа ночи, квартира семьи Скворцовых. Фух, кажется, принесло. Здравствуй, здравствуй, Николай. Доброй ночи, зятёк. Мы рады приветствовать тебя в уютном зале нашей квартиры на ставшем уже традиционном концерте под названием «20 лет семейной жизни» Коту под хвост. Три дня, три долгих дня мы не видели Николая. Лен, ну чё ты придираешься? А ответ на этот вопрос нам поможет узнать наш первый коллектив. Итак, музыка крутого, слова оскорбительного содержания. Встречайте, образцово-показательный хор «Мужей подруг Елены». Я Машин, я Катин, я Олин, я Дашин. Мою посуду готовлю, стираю, сына из сада сам забираю. Честно супружеский долг выполняю семь раз в неделю по сорок минут. Я для жены настоящий мужчина, я образцовый пример семенина. Выстроил дом и вырастил сына, и умоляю жену о втором. И за границей мы побывали, были во Франции, были в Италии. И по моей просьбе, куда не летали бы, мы обязательно тёщу берём. Три раза в день я ной с мочалкой, и даже ночью пахну фиалкой. И за столом никогда я не чавка, и по квартире в трусах не хожу. Фига ли ты над женой издеваешься? Фига ли ты ерундой занимаешься? Фига ли, фига ли, фига ли, фига ли, фига ли, фига ли ты? Аплодисменты! Ну что ж, а наш концерт продолжается. Тем временем, хотелось бы обратиться к нашим соседям. Дорогие слушатели, присылайте нам ваши короткие сообщения. Если вы считаете, что права Елена, стукните по батарее раз. Ну, а если вы за Николая... То пусть он идёт жить к вам, раз вы такие умные. Лен, ну зачем ты так? Ты же знаешь, что я тебя люблю. Конечно, любишь. Конечно. Ну, а как Николай любит свою супругу, расскажет следующий номер. Итак, песня о гардеробе Елены. Платья у других красные, а моё одно на века. Лето и зима, осень и весна, если совесть у тебя... Ну, хватит, хватит уже, ну! Спасибо, девочки. Ну что ж, вот и подходит к концу наш концерт. А Николай пусть идёт жить туда, откуда припёрся. Ну что ж вы за люди такие, а? Что ж вы кровь из меня пьёте? Да, сейчас ночью при свете луны я выгляжу отротительно. Но лишь забрежет рассвет, и я вновь стану человек человеком. Вампир никогда не сможет понять оборотня. А вот полюбить... Нет, ты посмотри, а не протрезвел ещё! А он никогда не протрезвел! Мы продолжаем заключительный конкурс этой четвертьфинальной игры. Конкурс-музыкальный номер. Вариант команды Лас-Вегас, город Энгельс. Тема конкурса «Лето» — это маленькая жизнь. В 20 веке нас учили жить родители. В 21 веке всё изменилось. И теперь именно мы, современная молодёжь, пытаемся учить родителей жизни. Да мы учим родителей жизни, и нельзя даже спорить об этом. Ведь любой пятилетний ребёнок лучше мамы владеет планшетом. Согласитесь, без молодёжи никогда бы не знали об этом. О всех плюсах сети интернета, о блюреи и о вай-фае. Папа ездил в соседнюю область, в кипермаркет, всё для рыбалки. Пока я не нашёл в интернете магазина бесплатной доставки. Моя мама теперь в интернете, одноклассников ищет на сайте. Ну а папа запросто может со служивцами выпить по скайпу. Даже если 3D-телевизор без меня они в дом покупают, то спустя три минуты я слышу. А, сынок, как эту хрень подключают? Проучить, чтобы шумных соседей можно попросту нервы не тратить. Нужно просто сказать нам об этом и на вечер квартиру оставить. От меня моя мама узнала, что в салатах есть без майонеза. И теперь макароны готовит не по-флотски, а баллонезы. Это для вас в интернете. Мы на отдых убираем отели. И если вы собираетесь на дачу, тогда мы еле смотрим погоду. Это мы вам сканируем паспорт, это мы вам цифруем кассеты, это в наших бейсболках и кедах полят грядки бабули и деда. Да, в 21 веке вы без нас никуда. Но и мы без вас тоже никуда. Раньше мы донашивали ваши вещи, а теперь вы донашиваете наши смартфоны. Раньше вы нам говорили, сынок, не отходи от меня, а то потеряешься. А сейчас говорите, сынок, не отходи от меня, а то и я потеряюсь. Раньше, это вы делаете YouTube популярным. Ведь самые смешные видео, это видео с вашим участием. Как только мы начинаем жить отдельно, мы начинаем жить так, как вы нас учили. Вы часто говорите нам, учись, в жизни все пригодится. Ну что, взрослые, учитесь, в жизни все пригодится. Лас-Вегас, спасибо. Музыкальный номер. Сборная Чеченской Республики «Грозный». Лето — это маленькая жизнь. Такая же маленькая и короткая, как творческая жизнь любого чеченского бойс-бэнда. Пацаны, прежде чем мы начали, можно вопрос? Че такое? Вы уверены, что мы на правильном пути? В смысле? Ну посмотрите друг на друга. Послушай, ты хочешь стать популярным? Да. Тогда пой. Все узнают меня, все узнают меня, все узнают, все узнают меня. Снимут в клипе в джакузи меня. Буду петь о любви своим голосом страны. Из Москвы я вернусь популярным. Дома встретит и скажет родня. Мы не знаем его, мы не знаем его, мы не знаем, мы не знаем его. Круто, да? Прикольно, прикольно. Пацаны, мало петь прикольные песни, нам нужна своя фишка. Послушай, брат, мы первый чеченский бойс-бэнд из Грозного. Ты думаешь, нам еще какая-нибудь фишка нужна? Я бы даже немного поубавил. И вообще, может, разбежимся, пока не поздно, а? Поздно, я уже ухо проколол. Давайте лучше придумаем название нашего бойс-бэнда. Ну, что-то типа Битлз. Может, Гудермеская четверка? Я не понял, ты что, считать не умеешь? Как не умею? Один, два, три, четыре. Четыре же. Ну, тогда уж говори до конца, Гудермеская четверка и дебил. Один, два, три, четыре. Бэй-дебил. Ясно, короче, с тобой все. Назовемся Пхы. Почему? Ну, это файв по-чеченски. О, давай, давай. Обхожу теперь твой дом, я стороной. Удалил из телефона номер твой. И при встрече не дарю тебе цветы. Почему не прихожу, спросила ты. Потому что, брат, придурок у тебя. И такие же все его друзья. Замечает он меня издалека. После встречи с ними слез река. Здорово, парни, просто здорово. Послушайте, наша главная цель – это Грэмми. Завоюем Грэмми, будем популярными, будем собирать стадионы. У нас будет свой райдер. А что такое райдер? Ну, это типа наши требования. Тогда что заморачиваться, давай сразу в райдере напишем «Хотим Грэмми». Послушайте, парни, нам нужно больше хитов. Давайте возьмем какую-нибудь популярную песню и споем ее. Может, Киркорова переделаем? Поздно, его уже не переделаешь. Давайте лучше споем русскую народную песню. Не, давай чеченскую народную. Не, давайте сегодня споем русскую народную чеченскую песню. О, давай, давай, отлично. С виду злой и с бородой, Но есть секретик небольшой. Чем длиннее борода, Сердце больше доброта. Ждет давно вас в гости Чечня. Грозный кудр, месканкала. Все плохое ты позову. Доброе возьми за мой путь. Сборная Чеченской Республики. Спасибо! Ну и еще один коллектив, еще одна команда у нас не высказалась в рамках конкурса «Музыкальный номер». Высказывается. Сборная «Фистеха». Лето — это маленькая жизнь. Это хорошая старая песня. И вообще, мы считаем, что все новое — это хорошо забытое старое. Про это и споем. Вот первый айпад, Школьник любой был ему рад. Вот первый флешмоб, Единственный в мире полезный флешмоб. Вот первый гибрид, Первый ноутбук и первый твит. Через момент первый комент в ответ. Вот первый 3D, Он без очков, Четкий вполне. Вот первый коктейль, И первый фреш, Полезен и свеж. Вот первый коктейль, И первый коктейль, Первый коктейль, И первый фреш, Каждое лето. В деревне первый шведский стол. Вот первый чат, И первый страйк, Ну а это, очевидно, Первый лайк. Читал про это, Первый интернет, И в инстаграме Оставил свой след. Вот первый офшор, Очень надежно хранить деньги в нем. Вот тоже флешмоб, В нем поучаствовать каждый бы смог. Вот первый диджей, Первый брейк-данс, Первый подслей, Первая флешка. На целых 10 пай. Вот первый блог, Первый стендап, Вот фотошоп, И первый стартап, И первая онлайн-игра, Это стратегия. А сколько еще всего было? Например, первый бизнес-ланч, Ну или первый домашний кинотеатр, Или первый опен-эйр. Но есть много того, Первого и единственного, Чем нужно просто гордиться. Вот первый полет, Первый успех, Первый братарь, Первый везде, Ну и конечно, Он. Друзья, Давайте помнить прошлое И жить такое настоящее, Чтобы в будущем им гордиться. Сборная Фистеха, Город Долгопрудный. Пожалуй, самая сентиментальная Сборная Фистеха Из города Долгопрудный. Дорогие друзья, Ну вот мы и подошли К кульминации Сегодняшнего вечера. Все сыграно, И команды В последний раз вместе Этой пятеркой Выходят на эту сцену. Пожалуйста. Уважаемая наша КВНовская жюри, Как всегда, Хочется, чтобы Несколько слов В адрес стоящих на сцене Команд-участниц Сегодняшней КВНовской баталии Сказали. Прошу. На новенького. Никита Ефремов. С премьерой, Никита. Спасибо большое. Мне очень понравилось. Я в КВНе не первый раз Ну вот сидел как зритель, А так первый раз. Поэтому спасибо большое. Надеюсь, что еще позовете. Все. Спасибо. Юрий Соломонович, Вот какая скромность У молодых членов жюри. Папа научил. А? Папа научил скромности. Правильно. Правильно. Папа тоже немногословен. Валдис Пельш. Мне ужасно нравится, Александр Васильевич, Вот это ваше совершенно свежее, В ритме времени, В темпе. Вот это приглашение нас, Молодых, Потому что мы понимаем танцы. А кое-кто из членов жюри Не понимаем, Вы не достигли уровня Этой танцевальной Молодежной культуры. Но чуть-чуть там еще Кое-чего не хватало. И мне кажется, Сегодня об этом еще Обязательно скажут. Я хочу отметить Колоссальный уровень Самоиронии чеченской команды. Ребят, Вот так бы всегда. Класс. Дмитрий Нагиев. Добрый вечер. Когда-то, Давно-давно, Когда в жюри Еще сидел Константин Львович, Я смотрел на сцену И думал, Лучше уже быть не может. И сегодня вы все доказали, Что может быть Еще как хорошо. Кому-то из молодых Я хочу сказать Добро пожаловать дальше. Я думаю, Согласятся со мной коллеги, Что физтех вырос В большую, Красивую, Очень смешную команду. И отдельно Несколько слов О сборной чеченской республики. Ребята, В каких конкретно Торговых центрах Стоите именно вы? Я хочу гулять Я хочу гулять Именно там. Уровень самоиронии, Легкости, Любви к своей нации И уважения К общей мировой культуре. Спасибо вам. Нагиев, У вас есть шанс Стать народным артистом Чеченской республики. Николай Фоменко. Дело в том, Что я, понимаете, Не очень, так сказать, С танцами. Вот. Просто По поводу приветствия Хотел сказать Седьмой ряд Четвертая справа В этой большой Треугольной машине Все в другую сторону. Не берите ее больше, Ладно? Она чужая в вашей команде. Мальчики. Не, ну а что? Как вариант. В принципе, молодцы. Ну, я имею в виду Как раз сибирскую тему. Все неплохо. Просто классно. Просто классно. На самом деле, На самом деле, Дорогие друзья, На самом деле, Потрясающе совершенно, Я хочу вам сказать, Потрясающе Вот этот дух, Когда одни, Как бы, Представляют собой Удивительный физтех Настоящий КВН, Который прямо оттуда, Извините, Александр Васильевич, Прямо оттуда, Ну, и с того времени. И вот они совершенно Вот эти молодые. И я, который Черт убери, Ничего в этом не понимаю. Понимаете? Но хохотать нравится. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Поля. Михаил Голустян. Я хочу, Чтобы все поаплодировали КВНщикам И их болельщикам. Сегодня очень хорошо Болели все команды. Болельщики. Да, Спасибо вам большое. Но действительно, Команда Физтеха Сформировалась, И именно поэтому, Может быть, Уже какие-то Серьезные оценки Нужно будет ей ставить. Я хотел попросить Команду Физтеха Развиваться Не только именно Вот на уровне физики. Чуть-чуть в другую сторону. Попробуйте, И это будет намного Интереснее и смешнее. Ты про химию? Я, Ну и про математику тоже. Ну и, конечно, Чеченский джаз-бенд, Бэнд, Чеченский бэнд, Правильной дороги идете, парни. Музыкальный конкурс, Мне захотелось Приехать в Чечню После того, Как спели эту песню. Спасибо, Поздравляю всех. Спасибо. Учти там Уже на гиев. Мы вместе поедем. Да. Сам. Юлий Гусман. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 А за счет лимита времени Никиты Ефремова Я Каратейко скажу Нес слов. Я не собирался Говорить Красиво. Нет, ну Вообще не получается, Но красиво и долго. Но я Просто потрясен тем, Что ребята из Фистеха Спасибо вам Вспомнили Тот год И ту команду С которой мы играли Когда-то в КВН Спасибо вам большое За эту память Потому что Сегодня Замечательными танцами Команды Из города Энгельс Не заканчивается Юмор И сатира В нашей стране КВН развивается Спасибо А вот Я должен сказать, что Стем Команды Чеченской Республики Делает Больше Для дружбы Народов России Русских И чеченцев Чем много Институтов Статей И книг Спасибо И низкие вам поклоны Это очень здорово Спасибо вам И Я хотел бы Сказать, что В общем Ну вот Закончились Игры Одной Восьмой Финала Шутки Кончились Нет, друзья Шутки Только Шутки Только Начинают Не шутки А игры Одной Восьмой Финала Дело в том У нас еще одна игра Если ты не Приходишь Так и Дело в том, что Переписываем Почти Закончились Значит Дубль два Почти закончились Игры Восьмой Финала И можно было Сказать, что Кончились Шутки Нет Шутки Только Начинаются Мы ждем Следующую Игру Следующую Игру Одной Восьмой Финала Спасибо вам Замечательный Вечер Спасибо Спасибо И Взрослым Членам Жюри И молодым И людям Среднего Возраста Спасибо Спасибо В принципе За Замечательное Отношение К нашей Любимой Игре Которая Называется КВН Ну а теперь К цифрам К сожалению К фактам От прекрасных Слов Музыкальный Номер Четыре Бала Лас-Вегас Энгельс Три Четыре Три Четыре Три Северное Слияние Томск Ямал Четыре 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 Все Судьи Четыре Бала Музыкальный Номер Сборная Чеченской Республики Грозный И вновь Высшая Оценка В этом Конкурсе Четыре Бала Этот же Конкурс Молодость Красноярск Три Два Три Три Четыре Три И Сборная Фестеха Город Долгопрудный Московская Область Все Судьи Вновь Высшую Оценку Четыре Бала Итог Игры Лас-Вегас 11,2 Бала Северное Слияние 11,8 Бала Команда КВН Молодость 12,2 Бала Сборная Фестеха 13,6 Бала И сборная Чеченской Республики 13,9 Бала Спасибо Спасибо Ну что ж Дорогие Друзья У нас есть Результат Согласно Которому Три Команды Оказываются В четверть Финалах Нынешнего Сезона Высшей Лиги И прежде Всего Я поздравляю Все Всю пятерку Поздравляю Эту тройку Которую Я сейчас Назову И начну С победителя Сегодняшней Игры Свои Поздравления С команды Сборная Чеченской Республики Также С поздравлениями Я прощаюсь С еще Двумя Командами Прощаюсь До встречи В играх Одной Четвертой Финала Сезона Это Сборная Фестеха Город Долгопрудный Московская И команда Молодость Город Красноярск Ну что ж Вас Уважаемые Телезрители Мы будем Ждать На Заключительной Игре Одной Восьмой Финала Где По окончанию Этой Игры Узнаем Окончательный Состав Четверть Финалистов К тому же Еще Главным Вопросом Сезона Остается Вопрос Кто На Новенького До встречи Пока Субтитры 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 Субтитры